Еще раз здравствуйте. Добрый день, коллеги. Так, кликер работает. Наш доклад мы решили посвятить малому и среднему бизнесу, его потребностям и как эти потребности можно решить в сервисе Bittrex 24. Конечно, бизнесу сегодня необходимо быть омниканальным, быть клиентоориентированным и современным. И все это можно сделать, если вы будете внедрять в бизнес ваших клиентов CRM Bittrex 24. И сегодня мы расскажем несколько основных шагов, несколько точек, которые можно сделать для этого. Вот как раз наши ключевые точки. Это поддержка многоканальности, это автоматизация и это быстрая реакция на обращение клиентов. Ну, начнем мы с самого первого, самого главного. Это, конечно, омниканальность. Омниканальность – это поддержка множества каналов. Это когда клиент покупает там, где ему удобно, и ему не важно о том, что на стороне менеджера. Это много каналов, это куча разных интерфейсов. Клиент хочет покупать в Facebook, значит, в Facebook. Другой клиент покупает в Instagram, третий еще где-то. И бизнесу необходимо все эти каналы поддерживать для того, чтобы быть как раз таки современным, успевать обрабатывать все эти каналы. И чем занимается, собственно, наша CRM, как она организует всю эту омниканальность внутри одной CRM? Ну, тут не обязательно внутри CRM. Это связано, скорее, даже больше и с бусом, может быть. Вы можете использовать омниканальные возможности внутри самого буса и приходить к клиентам с возможностью подключения этих возможностей. Потому что клиенты могут не знать о том, что их клиенты хотят пользоваться чатами, хотят обращаться к компании через чаты. И бизнес очень часто удивляется, когда подключая чат, подключая на сайте какие-то возможности из омниканальной схемы, клиент видит, что ой-ой-ой, оказывается, пользуются не только телефоном или не только e-mail. И у омниканальности, собственно, существует несколько основных проблем. Первое, это, конечно, что каналов очень много. У нас не переключаются слайды. Каналов у нас становится все больше, их необходимо поддерживать. Множество каналов, конечно же, порождает за собой множество розненных продаж. Опять же, о чем я говорила, что клиенты покупают там, где им удобно. И, соответственно, вся эта розница, вся эта суматоха вызывает проблемы у менеджеров, так как им необходимо обрабатывать огромный поток. И, соответственно, из-за этого снижается клиентоориентированность и снижается скорость реакции на обращение, снижается скорость вообще продаж у менеджеров, которые работают в CRM. И решением данной проблемы является объединение всех этих каналов в какой-то один сосуд, в какую-то одну базу. Это база, конечно же, CRM, которая объединяет все эти каналы, которая строит портреты ваших клиентов на основании всех полученных данных с этих каналов. Которые дают целый огромный набор инструментов для работы с накопленной базой. И, конечно же, она контролирует все коммуникации с вашими клиентами и все продажи, которые ведутся через CRM. Четыре основных канала. Это, конечно же, наш традиционный телефон. Когда хочется, чтобы, когда клиент делает вам звонок, вы могли встретить этого клиента по имени, встретить его с той проблемой, по которой он звонит, делает звонок. И, соответственно, клиенту будет приятно, что он еще не успел даже сказать, что происходит, а вы уже знаете, как решить проблему этого клиента. Клиент будет лоялен. Это e-mail, и хочется с e-mail работать более плотно. Это, естественно, онлайн-чаты, особенно социальные сети. И, конечно же, CRM-формы, их нельзя исключать. Клиенты любят заполнять формочки, чтобы сделать заявочку или еще что-то. И ждут, когда на нее проеагируют. И мы подробнее про каждый канал остановимся сначала на телефонии. Ну, я думаю, что все знакомы, все знают, что умеет телефония Bittrex24. У нее есть куча возможностей. Она узнает вашего клиента, она подсказывает менеджеру о том, кто этот клиент, какие по нему ведутся сейчас дела, какие есть сделки, счета и так далее. Все эти возможности телефонии, которые дает наша телефония Bittrex24, конечно, они доступны и для других телефоний, других приложений, которые вы можете разрабатывать и публиковать. Из интересной особенности телефонии появилась поддержка. Она, в принципе, и раньше была, но теперь ее в карточке стало лучше видно в новой. Это возможность понять, с какого телефонного номера делался звонок. То есть мы теперь будем знать и видеть, как менеджеры, откуда же сделал звонок ваш клиент. И, соответственно, мы эту сейчас возможность немножко задействуем на следующих слайдах. И мы немножко расскажем о том, как работать не просто с классической телефонией, когда у вас есть один номер, вы его опубликовали на сайте, и все клиенты звонят вам на этот один-единственный телефон, который у вас указан там помимо сайта, еще в куче рекламок, баннеров и так далее. И сегодня мы на реальном примере расскажем, как использовать возможности современной телефонии с помощью рекламы сайта и так далее. Причем за очень недорогие деньги вы сможете сделать подключение всех каналов клиенту отдельно, персонально, и клиент будет видеть внутри карточки, с каких каналов ему делается больше звонков, сможет сортировать эти звонки под конкретным каналом. Соответственно, он будет понимать, где выгоднее тратить деньги, что лучше работает у него, Яндекс или Гугл, потому что иначе вы никак не узнаете, что дошел ли клиент и сделали покупку. Да, и здесь мы рассматриваем колл-трекинг, то есть это инструмент интернет-маркетинга, который позволяет вам выявить, какой канал самый эффективный. Он бывает статический и динамический колл-трекинг, когда статически каждому каналу присылается свой уникальный номер, либо динамический, когда вы можете отследить эффективность вплоть до ключевого слова. Каждому визиту соответствует свой уникальный номер, с которого и будет приходить звонок, и этот номер будет показан внутри Битрикс24. Есть куча сервисов, которые предоставляют динамический колл-трекинг, вы можете как бы их использовать, но так как мы все-таки сегодня на техническом потоке, хочется простыми схемами сделать поддержку колл-трекинга достаточно дешево и достаточно просто, скрести в Битрикс24 и бус. И как это сделать? Будем делать статический колл-трекинг. Естественно, для того, чтобы разметить, откуда происходит звонок, необходимо использовать стандартные UTM-метки и формат UTM-меток для разметочки. Здесь, в принципе, показаны стандартные метки со стандартными свойствами, те, которые вы можете прописать. Вы можете прописать просто источник перехода, вы можете прописать какую-то детальную информацию в меточке, и мы всю эту меточку заберем к себе внутрь продукта. И мы рассмотрим, собственно, 6 основных каналов, там Google, Яндекс, ВКонтакте, Facebook, Instagram, либо прямые заходы на сайт. И если посчитать, то это 6 номеров, в среднем это 490 рублей, для некоторых регионов цена даже ниже. Но в среднем, если брать, то 490 рублей – это 2,5 тысячи рублей. Вы потратите на 6 номеров, с которыми сможете сделать следующее. Фактически вы можете даже уменьшить эту сумму, если в вашем регионе поддерживаются те операторы, которые внутри есть Bittrex24, как к подключаемому модулю. Мы в последних обновлениях Bittrex24 сделали возможность использовать наша новая API, через которую мы также поднимаем карточку, пробрасываем всю эту информацию, которая есть внутри номеров, внутри клиентов, внутри этих данных. И, соответственно, нет разницы использовать нашу телефонию или какую-то стороннюю. То есть вы можете выбрать ту, которая вам оптимальна. Что мы будем делать? Мы будем подменять номер телефона в зависимости от того, с какого канала клиент пришел. Номера телефонов бывают как графические, так и текстовые, которые указаны там в футере или еще где-то. Мы будем подменять и те, и те. Простой обработчик по каналу. Код, в принципе, рабочий можно забрать. Код работает на моем сайте, можно сказать. Давай дальше. У нас будет небольшое простенькое сохранение звонков в куках. То есть мы будем давать возможность клиенту, когда он будет делать в будущем переход с этого же канала, то есть этот же клиент будет приходить к вам. Мы будем сохранять в куке информацию о нем и будем показывать опять тот же самый номер. Тем самым мы будем знать, что клиент постоянно идет с этого канала. Время жизни куки можно, естественно, настроить, но можно оставить, чтобы она оставалась одна навсегда. И будем подменять номер. Номер будем подменять для текста, как здесь показана строчка, так и для картинки. Для картинки единственная проблема, придется сделать столько количества баннеров, сколько каналов вы, естественно, будете обрабатывать. Если у вас 6 телефонных номеров, вам в первом обработчике нужно будет прописать 6 различных картинок, которые будут подменяться, и создать эти 6 картинок с разными номерами телефона. Идем на сайт любого сервиса, который продает рекламу, Яндекс, Гугл, ВКонтакт или еще кто-то, и просто прописываем UTM-меточку в том виде, в котором она интересна. Здесь самая простая UTM-метка. Мы здесь просто промаркировали фактически канал, с которого пришел клиент. Не будем показывать здесь никакие дополнительные данные, не будем показывать ни рекламную кампанию, ничего. Простая схема. Совсем просто указываем канал, с которого пришли. И, собственно, что у нас получилось. Мы записали небольшой ролик, как это будет выглядеть. Номер 920655. Можно последние 4 цифры просто так запомнить. Я указываю, что клиент пришел с определенной меткой. В данном случае это UTM-метка, связанная с Яндексом. И мы видим, что номер телефона изменился в картинке. Номер телефона изменился внутри текстовых блоков. То есть схема сработала. То есть мы подменили телефонный номер на сайте в зависимости от рекламы. Соответственно, человек, теперь делая звонок внутри нашего сайта, получит внутри своей карточки CRM номер, с которым он производил этот звонок. Вы будете знать, что у вас отработал в данном случае канал Яндекса в каком-то виде. Таким методом, в принципе, можно подменять не только номера телефонов. Вы можете подменять, в зависимости от рекламной кампании, подменять ссылки в ваших письмах. Вы можете подменять почтовые e-mail'ы внутри ваших рассылок и так далее. Тогда человек, приходя на ваш сайт, и в данном случае придя на ваш сайт, может написать именно туда, куда требуется вам, и вы это сможете как-то отслеживать внутри вашей карточки CRM. Это первый пример. Это была у нас телефония, один из каналов нашей омниканальности. Следующий канал – это e-mail. Это e-mail-трекер, который уже давно доступен в Bittrex24. Мы его обновляли. Я думаю, вы все уже видели новый интерфейс, красивые письма, которые открываются в слайдере. Сегодня Сергей на презентации еще показывал дополнительные возможности, которые появились. У нас теперь появилась прочитанность писем, то есть мы фиксируем в новой карточке, и даже те, кто еще работает со старой в деле, также будет зафиксировано, что письмо было доставлено клиенту, и, соответственно, что клиент его уже прочитал. Самое важное, что вам теперь не нужно входить на отдельную вкладочку «Дел», находить это дело, заходить в это письмо, чтобы посмотреть вообще, что это за письмо. И раньше вообще нельзя было даже посмотреть, что это клиент письмо вообще прочитал и видел это письмо. Теперь, просто зайдя в конкретную сделку или в конкретный лид, чтобы прокоммуницировать с клиентом, вы сразу же увидите, что письмо было прочитано, соответственно, можно ожидать ближайшую реакцию от клиента, либо, если реакция не последовала, предпринять шаги какие-то со своей стороны. Так, немножко пролистнуло, наверное, да? Потому что не работает у нас кликер. Да, ну, email tracker, что он у нас умеет, так у нас выглядит. И небольшой ролик о том, как это работает. Наша новая карточка, где мы видим было входящее письмо, оно у нас горит счетчиком на сегодня, менеджеру необходимо обработать это письмо. Он отвечает, слайд разокрывается, письмо у нас остается в таймлайне, и мы видим статус, было отправлено и стало прочитано, как только клиент его прочитал. Внутри письма мы будем видеть не только просто статус, что оно было отправлено и прочитано, но также и дату и время. То есть, например, было отправлено письмо вчера, а прочитано там сегодня в такое-то время. Так работает наш email tracker. Фактически мы еще один канал добавили в отслеживание, и теперь мы можем с этим каналом прекрасно работать. Третий наш канал — это CRM-формы. Думаю, что тоже все знакомы, что такое формы, что они у нас умеют. Они автоматически у нас интегрированы с CRM, соответственно, все данные, которые заполняет клиент в форме, сразу попадают в CRM. Форма также отображается в новой карточке, она падает в таймлайн. То есть вы видите все действие, которое происходило с клиентом, что он пришел от заполнения формы, и дальше все движения, которые будут с ним связаны. CRM-формы можно тоже маркировать различными UTM-метками. Эти UTM-метки могут попадать внутрь нашего продукта, будут отображаться с основной информацией, которая придет от клиента, который он заполнил. Соответственно, если раскидать клиента по различным CRM-формам, то есть с одной рекламы кинуть на одну CRM-форму, на такую же точно CRM-форму, но с другой UTM-меткой кинуть на другую страничку и так далее, вы сможете размаршетизировать клиента и понимать, с какой рекламы лучше работает клиент. Потому что это, наверное, самый важный параметр — знать, где больше денег. Как раз на ролике показана заполнена CRM-форма. Мы видим ее в таймлайне, и вот она открывается у нас в виде дела CRM-формы. Следующий канал — это открытые линии, это чаты, это социальные сети, мессенджеры, которые также у нас будут попадать в новую карточку CRM, отображаться в таймлайне, откуда можно будет перейти и быстро продолжить общение с клиентом и, в принципе, видеть всю историю коммуникации с клиентом в новой карточке. То, что можно было раньше смотреть за карточкой, это все понятно и все интересно, но появилась очень хорошая возможность. Появилась возможность какому-то руководителю или какому-то менеджеру, который следит за остальными менеджерами, которые общаются с клиентом, следить за тем, о чем они разговаривают, не вступая в диалог. То есть фактически он будет подглядывать, смотреть, что происходит, но вступать в диалог будет только в том случае, если он видит, что нужно помочь менеджеру сделать ответ. Естественно, остаются возможности, когда сам оператор может запросить помощи у менеджера, но и менеджер может приглядывать за новенькими операторами, приглядывать за какими-то проблемными операторами, которые там хуже общаются, и он там пытается выправить эту ситуацию. То есть теперь есть возможность зайти в эту карточку, открыть ее, посмотреть, о чем происходит диалог. Ни клиент не узнает о том, что кто-то заходил, ни менеджер не узнает о том, что кто-то заходил. Перейти можно будет как из новой карточки, так и из статистики, если вы как руководитель идете по статистике и смотрите детализацию всех обращений ваших клиентов. Вот такие, собственно, 4 канала, основные каналы. На самом деле каналов гораздо больше, которые поддерживает умниканальная сервей Битрекс 24, но мы сегодня рассмотрели основные. Но здесь самая главная цель не просто использовать каналы. Эти каналы и так клиенты используют, и все хорошо. Самое главное дать возможность бизнесу понять, какой канал эффективен. И на том канале, который эффективно, увеличивать бюджет, увеличивать расходы свои. И прийти вы можете как партнеры к клиенту и к бизнесу с таким предложением, что, ребята, хотите, мы вам организуем достаточно недорого схему взаимодействия с этими каналами, чтобы вы знали, где вам выгодно, где вам хорошо. Тем самым они смогут даже проверять тех же самых рекламщиков, которые там делают им рекламу за определенные деньги. Вы им все настроили, разложили, они это дают рекламщикам, видяют им меточек, все раскладывается, и клиенты видят, где эффективнее работа происходит. Ну и второй основной момент, после того, как они подключили каналы и смотрят, какой из них эффективнее работает, это, конечно же, автоматизация всех этих вообще процессов внутри компании, обработки всех этих каналов. И здесь мы тоже рассмотрим один из интересных сценариев с рекламой. Ну, во-первых, наши роботы в CRM, это четыре типа роботов. Давай немножко сначала по проблематику. Почему требуется автоматизация? Вы подключили множество каналов, фактически пришел огромный поток данных от клиентов. Если не делать автоматизацию, то происходит только одна ситуация. Нанимать еще менеджеров, чтобы они разгребали этот поток. Но так как не хочется никогда увеличивать фонд заработной платы, соответственно, нужна какая-то схема, чтобы это все происходило в автоматическом режиме. И вступает в игру наши роботы. У нас существует четыре типа роботов для сотрудника. То есть это те роботы, которые позволят вам напоминать сотруднику о том, что необходимо что-то сделать. Планировать за него, например, звонки, чтобы он приходил утром, начинал рабочий день, а у него уже по плану запланированы звонки, встречи и так далее. Все это будут планировать за него роботы. Это роботы для связи с клиентом. То есть когда автоматически будут отправляться письма, автоматически будут отправляться смс-ки, либо сообщения в какие-то мессенджеры, создаваться опять же автоматический звонок роботам и так далее. Роботы рекламы, которые автоматически будут показывать рекламу клиентам, когда они достигнут определенного этапа, определенной стадии лида, либо может быть даже сделки. И роботы партнеров и клиентов – это те роботы, которые разрабатываете вы, наши партнеры, и которыми смогут пользоваться клиенты. Самый отличный сценарий, например, как происходила работа с CRM-формой, с нашими роботами. Ставим CRM-форму заполнения заявочки на одном из магазинчиков. Клиенты делают заявочки, не понимают, что заявка прошла, не прошла, хотя огромное зелененькое такое окошечко вываливается, что ваша заявка принята, все хорошо. Они не верят в это окошечко, делают звонок в фирму, напрягают два канала. Напрягают CRM-формой, которую нужно обработать, выполнить ту заявку, которую они сделали, напрягают звонком. Дополнительным менеджеру нужно найти эту CRM-форму. Что можно сделать с помощью роботов, чтобы успокоить клиента? В первом случае можно сразу же отправить смс, в которой написать «Не беспокойтесь, все хорошо, ваша заявка принята, мы ее обязательно сделаем». После того, как работа по этой заявке будет выполнена, очень приятно, когда клиентам… Вторая проблема, ради которой звонок делали клиенты, это «А где вы находитесь, где ее забрать?» Нормально, ты пришел с сайта, заполнил форму, написан адрес. Нет, нужно сделать звонок, чтобы об этом узнать. Чтобы этих звонков лишних не было, то же самое, робот отработал, пришла еще одна смс, в которой написано «Заявочка выполнена, забрать можно по адресу таком-то, в такое-то время. Пожалуйста, приходите, забирайте». Все, уменьшилось количество звонков. Клиенту приятно, что о нем заботятся. Роботов можно использовать не только для CRM-форм, но и в любом процессе, связанном с производством или с работой вашего интернет-магазина или простого магазина. И рассмотрим пример, как можно использовать роботы в рекламе. Мы говорили о том, что один из блоков роботов – это роботы рекламы. Здесь как раз показано на картинке настроенный робот рекламы ВКонтакте и Фейсбуке на определенных этапах. Здесь даже на нескольких, потому что здесь разные каналы. Об этом мы расскажем чуть позже. И, собственно, как это все работает внутри. Это, наверное, самый недооцененный канал, который на данный момент почти никто не использует. Реклама стала стоить очень больших денег. То есть реклама стоит дорого, а у вас уже есть ваши клиенты, которые делали у вас покупку. И почему-то никто эту базу не использует. У нас появляется CRM-маркетинг, который это может использовать. Но и уже в роботах сейчас, в реалтайме, вы можете использовать те же самые возможности, не дожидаясь, когда выйдет CRM-маркетинг. Есть реклама по аудитории. Тогда, когда вы, зная свою аудиторию, можете дать персонализированную рекламу. Почему она получается очень дешевой? Клиент, в принципе, не кликает по этой рекламе. Вы можете выставить цену клика там хоть в 100 рублей, но расход будет очень низкий, как видно на этом слайдере. То есть мы для 8 432 клиентов, которых охватываем, делаем в день вот такой маленький расход по кликам. Но клиент, решаем две проблемы. Первое. Перед клиентом постоянно маячит ваш бренд. Соответственно, красивая картинка с вашим брендом в голову постоянно вбивается. Если кто-то смотрел фильм интересный, когда там загадывали номер на игре, и он подошел и угадал этот номер, а на самом деле ему постоянно-постоянно-постоянно маячили этим номером. Здесь происходит почти такая же ситуация. Вы видите бренд, вы видите конкретную компанию, и компании фактически это ничего не стоит. Что такое на 8 тысяч человек 100 рублей? Копье. Это кто-то случайно кликнул или кто-то намеренно кликнул. Вы добились двух целей. Клиент все-таки кликнул, ему это понадобилось. Вторая цель. Он не кликал, но видел вашу рекламу. Отлично. Обе цели нас устраивают, и мы можем с ними хорошо работать. Соответственно, из-за того, что на том слайдере, почему было распределено по каналам. Там жестко сегментируют клиентов, и в зависимости от канала дают узкоспециализированную рекламу. Если на этом канале, значит клиент день рождения скоро. Долбим его рекламой с днем рождения. Если клиент в этом канале, он пришел за этим. Долбим его этой рекламой. Соответственно, вот при таких вот незначительных суммах роботами можно нагонять аудиторию. Как работает робот? Вы просто указываете аудиторию, которую вы создаете во Вконтакте, в Фейсбуке или еще где-то. И говорите, что всю информацию о клиенте в виде хэшей отдавать в эту аудиторию. Аудитория динамическая, она у вас будет постепенно расти. Реклама будет немножко расти, иногда немножко падать. Но в среднем сумма будет достаточно незначительная. Вторая возможность, которую можно сделать, это возможность нагнать вашу группу. Когда вот этот скриншот первый раз делался, в группе было 49 человек. Прошло меньше полгода. Это слайд с партнерки с украинской, на которой я был. Я на нем эту штуку рассказывал. То есть я, тратя затраты на привлечение клиентов в группу, сейчас в группу, чтобы нагнать клиентов, средняя цена лавирует от 150 до 350-500 рублей. Листай. Группа в 498 человек нагнана фактически. Люди, причем не воздух. Настоящие клиенты этой компании, которые с этих сегментов были дожаты до того, что они вступили в группу. И обошлось это вот в те же самые копеечки, которые мы видели на предыдущих слайдах. То есть очень дешево мы создали группу, группу лояльных клиентов, которые начинают писать во Вконтакте, писать во Фейсбуке. Попадают, естественно, в открытые линии, опять в тот же самый канал, где их обрабатывают, и они попадают как клиенты внутри нашей ЦРМки. Просто включите роботов и наслаждайтесь продажами. Такой лозунг мы выявили на еще прошлой нашей презентации и рекомендуем его использовать при внедрении, при автоматизации для ваших клиентов. И последний блок, последняя точка, которую еще можно автоматизировать, которой можно помочь малому и среднему бизнесу быть более успешными, быть современными, это триггеры в бизнесе, которые завязаны у нас на стадии, стадии наших лидов. То есть все каналы, когда вы подключаетесь… Давай опять про проблему сначала. Третья проблема, которая возникает, когда мы нагнали клиентов, мы открыли первую схему, мы нагнали очень много клиентов, подключили четыре канала. Клиенты пришли, толпа народа, менеджеры их как-то обрабатывают. Чтобы немножко снизить нагрузку с менеджеров, мы проанализировали каналы, и вот как в примере в моем CRM-форме, сделали что-то автоматически роботами, рассылали смс-ками, менеджеры меньше отвечают. Отлично, вроде бы решили проблему с нагрузкой. Но возникает третья проблема, это на какой канал реагировать как? Да, то есть каждые разные каналы, это разное время реакции. И менеджер теряется, когда у него сыпется огромный объем информации, сыпется он в первую колонку с стадии неразобранная, на что реагировать, на что нет, что в первую очередь скорее передвигать, что можно отложить на попозже. И для этого есть одно решение, когда вы делаете каждый канал отдельной стадией. У нас есть тут картинка, где показано, что входящий звонок, открытые линии, форма обратной связи, входящие письма. Если у вас есть еще какие-то другие формы, например, у вас несколько форм, вы также делаете их отдельными колонками. Что это дает? Во-первых, менеджер сразу видит, сразу знает, на что реагировать быстрее. Цветовое кодирование очень помогает многим, так как они сразу видят, например, красное, ага, это срочно, это нужно скорее прореагировать, зеленое это можно там оставить на попозже, например, это если письма, письма не требуют какой-то мгновенной реакции. Таким образом, мы распределяем каждый канал в отдельную стадию, что позволяет быстрее менеджеру ориентироваться, за что хвататься, позволяет удобнее вам настроить роботов, так как под каждый канал, скорее всего, потребуются свои роботы, своя какая-то обработка. Как приводил пример Юра, например, после заполнения формы, здорово бы отправить клиенту сообщение о том, что все хорошо, форма заполнена, ожидайте исполнения вашего заказа. Когда падает, например, чат открытой линии, здесь скорее всего нужен уже не робот, а нужно скорее мгновенная реакция менеджера, потому что в открытой линии нужно мгновенно отвечать клиентов, чтобы он не ушел. И так далее. То есть вы под каждый канал можете настроить индивидуальных роботов. А канал фактически это те триггеры, которые перехватят вот это сообщение или вот этот поток данных, который идет от клиентов и положат его в свою стадию, где уже роботы займутся их обработкой, предварительной или полной обработкой, в зависимости от сферы ваших деятельностей. Почему интересно такое использовать? Опять-таки, как я уже говорил, это выгодно предложить бизнесу. Это их очень сильно автоматизирует, причем автоматизирует достаточно низким вот этим порогом входа на автоматизацию. Если там какая-то автоматизация связана с какими-то системами автоматизации, может стоить сотни тысяч, то здесь все просто. Но вот это вот было настроено в небольшой компании за три вечера по два часа мною. То есть я просто проходя мимо настроил вот эти вот вещи. И решили мы вам рассказать, чтобы вы приходили с такими предложениями к клиентам, приходили к конкретному бизнесу и предлагали это использовать. Ну, собственно, три такие основные точки, которые мы сегодня с вами рассмотрели, которые требуются сегодня малому и среднему бизнесу. Это, конечно же, подключить сначала все каналы, то есть взять под контроль все каналы, которые они используют, автоматизировать какие-то рутинные операции и, конечно же, увеличивать приток лидов и помогать менеджеру их быстрее и удобнее обрабатывать. А для клиентов, особенно для малого бизнеса, это некая магия. Им, когда это все настраиваешь и показываешь, они, вау, как это все работает, как это интересно. И даже маленький бизнес начинает хотеть и иметь желание оплатить деньги. Вам за ваши услуги. У нас все. Спасибо за внимание. Буквально один-два вопроса. И пойдем на кофе-брейк. Есть. Спасибо за презентацию. Максим, вопросы такие. Правильно ли я понимаю, что соцсети рекламные, точнее реклама в соцсетях и реклама в Google и Яндекс находят человека по имейлу, по телефону. По хэшам этих имейлов, телефонов. То есть мы не отдаем им в прямом виде телефона и имейла, мы отдаем хэш-функцию этих имейлов, телефонов. И да, они по ним сверяют их со своей базой. И если клиент найден, если они могут его идентифицировать, они начинают ему показывать рекламу. Фактически это ваша аудитория. Все. Принцип магии понятен. Спасибо.